Я видел, что несколько из вас подняли руки о том, что уже ловили какие-то XSS-атаки. Я сегодня расскажу интересные истории, интересные случаи, на что стоит обращать внимание. И в конце я снова задам вопрос, насколько вы уверены в своих приложениях, что они неуязвимы. Имейте это в виду. Ну что, надеюсь, все пришли, поэтому поехали. Свой доклад я хотел бы начать с описания событий, которые произошли более 12 лет назад. Событие, которое заставило немного по-другому взглянуть на безопасность веб-приложений, фронт-энд-приложений, да и в принципе на безопасность в целом. 4 октября 2005 года Сэмми Камкар на своей страничке в MySpace оставил комментарий. Комментарий с вирусом, который всего лишь за 20 часов заразил более 1 миллиона пользователей. 20 часов 1 миллион пользователей. К счастью, для этих самых пользователей этот вирус не делал ничего плохого. Он добавлял Сэмми в друзья, и в разделе Heroes он писал, but most of all, Сэмми is my hero. Сэмми использовал одну из известных уязвимостей интернет-эксплорера в то время, и он оставил комментарий, содержащий кусок HTML. Там был див. В этом диве был кастомный атрибут, в котором был спрятан скрипт. И с помощью онлайн-стиля он этот самый скрипт запускал. Таким образом, когда кто-то заходил на страничку к Сэмми, скрипт выполнялся, добавлял Сэмми в друзья, заражал страничку. И так по цепной реакции. Когда вы посещали зараженную страничку, вы сами заражались и могли заражать других. 20 часов 1 миллион пользователей. Этот вирус официально был признанным самым быстро распространяемым червем в истории. 20 часов 1 миллион пользователей. Сэмми сам говорил об этом, что это была всего лишь шутка. Я хотел пошутить. Так вот, за свою шутку Сэмми получил 3 года. Прошло 12 лет. Что за это время изменилось? Кто из вас пользуется MySpace? Девушка, MySpace мертв. Хорошо. За это время появились новые браузеры, появились новые фреймворки, новые библиотеки, новые технологии. Да и сам мир, в принципе, изменился. Я работаю в ИПАМе в Минском офисе, в Центре компетенции. И к нам периодически приходят клиенты, заказчики, аккаунт-менеджеры, project-менеджеры для того, чтобы мы провели аудит. Аудит их проектов. У нас есть большой-большой список, такой чек-лист, на что мы проверяем. И один из пунктов называется security. Так вот, это самое security за время моей работы не прошел с первого раза ни один проект. Когда мы общаемся с кастомером, мы рассказываем, вот мы нашли уязвимость. Он такой, ну это же всего лишь одна. И нам каждый раз приходится рассказывать одно и то же. Всего лишь одна дырка, одно открытое окно, и там обязательно появится чья-то рыжая морда. В вашем приложении не должно быть security багов. Ноль. Ноль. Итак, security — это очень обширная тема. Действительно очень большая. Если мы будем здесь говорить, вот каждый день будем собираться, говорить об этом каждый день, нам не хватит и месяца. Очень большая тема. Я бы хотел остановиться именно на том примере, который я перевел в самом начале, а именно об уязвимости, как называемый cross-site scripting. Как баг, он появился целых 20 лет назад. За это время он сильно мутировал, породил огромное количество других видов уязвимостей. И о нем мы будем говорить сегодня. И чтобы подогреть интерес именно к этому виду уязвимости, я хотел бы вам предоставить немножко статистики. Есть такая компания Камай. Если кто-то не знает, это один из крупнейших дистрибьюторов контента в мире. И по разным данным он контролирует от 15 до 30% интернет-трафика в разных регионах. Это очень много. Вот. И каждый квартал они выпускают отчет. И один из отчетов называется security report. Вот. Что интересно в этом отчете? Что процент XSS-атак от общего количества атак уже составил более 20%. Это только за первый квартал 2017 года. В среднем каждый сайт был атакован более 30 раз. Именно с помощью XSS. Довольно тревожно, правда? Ну, мы говорим про XSS, но что это такое еще? Нужны еще примеры, да? Давайте представим, ваш друг присылает вам какую-то ссылку. На почту, в Skype, в любой мессенджер. Вот сейчас вот в чат может скинуть. Все в этой ссылке ничего, да кроме вот этого query-параметра. В данном случае очень очевидно виден скрипт, правда? И так случилось, что мы взяли и нажали на эту ссылку. Что произойдет дальше? Мы можем перейти на сайт и увидеть там сайт, как ни в чем не бывало. Мы можем увидеть там page not found. Мы можем увидеть, что по заданным вам критериям ничего не было найдено. Но фишка в том, что скрипт уже на вашей страничке. Скрипт уже выполнился и украл ваши данные. Преступление совершено. Этот тип атаки называется активное XSS. То есть злоумышленник работает непосредственно с пользователями. Он рассылает спам, сообщения, пытается как-то вот до вас довести эту самую ссылочку. И будем говорить откровенно. Если вы затупили, нажали на эту ссылку, перешли, все. Считайте, все потеряно. Но смотрите. Ведь все знают, что не стоит садиться к машину к незнакомым, не стоит брать конфеты от незнакомых, не стоит нажимать ссылки от незнакомых людей. Все знают, но по-прежнему нажимают. Почему? А виной этому Google, может быть. Нажали были на такую ссылку. А почему нет? Ну, коротенькая ссылочка, очень удобно. Нажимаем. А там спрятан мой скрипт, мой активный XSS. Или вот еще вам пример. QR-код. А что там? Ну вот я сфоткал. Думаете, я читаю вот эту ссылку? Я взял, перешел. Все, скрипт выполнился. Мои данные были украдены. Следующий вид — это пассивный XSS. Давайте представим, что я злоумышленник, зашел на какой-то сайт и оставил комментарий. Комментарий содержит обычный скрипт, который редиректит на какую-то другую страничку и прихватив ваши куки. Этот тип атаки называется именно пассивный. Почему? От меня уже требуются какие-то более глубокие знания. Мне нужно понимать, как рендерится страничка, как выполняется скрипт. Это уже более глубокий, более серьезный уровень. То есть я работаю непосредственно с сайтом. Я ищу уязвимости там. Как только я их нахожу, я внедряю этот самый скрипт, и все, от вас уже больше ничего не требуется. Вы, как обычный пользователь, опять заходите на эту страничку. Все, данные были уже украдены. И вы даже ничего не заметите, что произошло. Чтобы привести вам пример, я хочу вам рассказать историю, которая произошла совсем недавно. Совсем недавно на сайте питерского ЕГЭ на главной страничке красовалась следующая надпись. После сдачи ЕГЭ у меня не хватает баллов на поступление на факультет компьютерной безопасности. Придется обеспечить работой тех, кто поступил. Да, на самом деле этот взлом не был связан с XSS. Это быстро пофиксали, и через полчаса сайт работал, как ни в чем не бывало. Но другой школьник, коллега, еще через полчаса снова взломал сайты. Сочувствую парню из Питера, которому не хватило баллов, чтобы поступить на факультет компьютерной безопасности. Надеюсь, мне хватит. Сейчас парень использовал именно ту уязвимость, про которую я рассказал. Он оставил комментарий с редиректом. Как только вы заходили на сайт питерского ЕГЭ, вы сразу же редиректились на эту страничку и читали эту надпись. Шалость? Да, просто, очень просто. Можно ли сломать сайт? Как видите, в основе этих уязвимостей лежит уязвимость именно дом-дерево. Как мы с ним работаем, что мы туда вводим, может привести к очень интересным последствиям. Давайте посмотрим на input. Обычный input. Мы туда можем вводить числа, можем вводить цифры, строки, текст, и ничего не произойдет. Все будет хорошо. Но если наш текст содержит вот такую вот... Мы перезагрузили страничку, там перерисовали этот input с параметром. Все, и наш input закрылся, и скрипт выполнился. Ну ладно, кто сейчас вставляет скрипт? Это слишком очевидно, слишком просто. Допустим, я могу вставить eFrame. Произойдет все то же самое. Input закрылся, eFrame загрузился, выполнил какой-то скрипт, который я там написал. Уязвимость. Ну или вот вам еще пример с картинкой. Я вставляю картинку, в которой невалидный URL. И он error hook. Как только картинка пытается загрузиться, конечно, такого урла нету, сработает onerror hook, выполнить самый скрипт, вуаля. Ну ладно, вы скажете, хорошо, тут же видно, что вот там скрипт, правильно? Что так вводить? А если я вот спрячу ту же самую картинку и заэнкоджу таким образом? Понятно ли, что там скрипт? Или вот таким? Или вот наши друзья с JSFuck. Кто знает, кто такие? Алерт. Да блин, хрен его знает, что там происходит вообще в этом коде. Вот серьезно, что он делает? Это обычный алерт, который представлен закрывающихся, открывающихся скобок. Что это? Как понять, как это работает? И это пример одного импута. Ну, давайте к жизненным примерам. eBay. Пару месяцев назад одна из компаний, которая никак не связана с IT, решила продать книжку. Вот такую книжку. И самый интерес, что название в этой книжке вот такое. Книжка стоит недорого, 25 баксов. Как только вы заходите на эту страничку на eBay, поверьте, это еще страничка до сих пор актуальна, но баг пофиксали, вы видели алерт. Сообществу так понравился этот прикол с книжкой, начали продавать в своих странах. Вот вам самый популярный сайт в Швеции по продаже книг. Работает. Вот Германия. Работает. И много-много разных других примеров. И до сих пор не пофиксаны все. И что мы сейчас говорили? Это уязвимости одного лишь импута. Вот примерный приблизительный список всех уязвимостей, атрибутов, тегов. Их много. И по каждой из этих ссылок еще больший список, как можно варьировать ваши данные, и как можно обойти ту или иную защиту. Страшно. Страшно. Но кто эти злоумышленники? Что они хотят от нашего сайта? Если мы знаем врага в лицо, мы можем как-то что-то с этим делать. Вспомним детство. Ведь дети всегда делились на два типа. Люди, которые с удовольствием строили замки, и дети, которые с таким же удовольствием эти замки ломали. Ничего не изменилось и в взрослом мире. Мы пишем сайты, кто-то их ломает. Просто по приколу. Им, поверьте, они получают точно такое же удовольствие от неработающего и сломанного кода, как мы от работающего. Есть люди, которые этим занимаются по фану. Есть специальные сайты, на которых мы можем зарегистрироваться и ломать сайты безнаказанно. Вот. Знал бы об этом Сэмми. Вот. За то, что мы найдем баг, мы можем даже получить какое-то вознаграждение. И в больших серьезных сайтах это серьезные деньги. Только третья часть — это именно злоумышленники, которые хотят у нас что-то украсть. А что у нас красть? Что на наших сайтах можно украсть? Если мы знаем, что у нас хотят украсть, мы можем это подальше спрятать. Правильно? Куки. То, что воруется в первую очередь. Куки — все, что лежит в наших сториджах. Это могут быть сэшн-сториджи, локал-сториджи. С индексом DB, поверьте, данные с удовольствием утянут. Лишь бы на них добраться. Ну, ладно, сейчас куки уже не так много кто пользует. Что еще можно воровать? Пароли. Есть много способов, как украсть пароль. Вот с обычным скриптом мы можем просто повесить кейап, кейдаун какой-нибудь на документ и логировать все, что мы нажимаем. Потом отправили это все на какой-то сайт и там уже машинным образом подобрали. Или, допустим, фишинг. Если мы более умные ребята, мы можем поставить фейковую форму поверх существующей формы и просто забрать себе сабмит. И основная проблема, основная цель, которая появилась совсем недавно и, в принципе, она и есть причина всплеска вот этих excess атак. Это майнинг. Мощности наших компьютеров, мощности наших телефонов растут. Почему бы нам не воровать эти мощности? Я вам приведу пример из Беларуси. Завод Луч. Один из, наверное, крупнейших заводов на постсоветском пространстве по производству часов. И вот на главной страничке прям настолько наглым образом майнились, что они даже спрашивали, вы не против, если мы тут немножко помайним? Был скандал. Там уволили пару человек, сайт вернули в прежний вид, но сколько вот такого майнинга происходит без нашего ведома? Нас могут и не спрашивать, ведь об этом, правильно? Компания AdGuard, довольно крупная компания, которая занимается исследованием в области рекламы, там блокировщики рекламы, у нее есть, изучала в течение трех недель топ сайтов в списках Alexa. Изучала, изучала и обнаружила, что 220 из первых 100 тысяч майнинг. 220 из 100 тысяч — это 0,22%. Ну, капля, согласитесь. Ну, оказалось, что за три недели на этих 220 сайтах было 500 миллионов пользователей. Представьте, что можно было намайнить за это время. 500 миллионов пользователей. В эти 220 сайтов попали самые популярные сайты для взрослых, стриминг и пиратский контент. Как же дальше? Вроде как-то будущего вроде нет. Все страшно, все можно украсть. Даже то, что мы не ожидали. Кто-то нас должен спасти и защитить. И, в принципе, логичным, логичным ответом должен быть вот этот. Фреймворки. Ведь уже другие разработчики подумали за нас об этом. И действительно, читая документацию популярных библиотек и фреймворков, мы можем посмотреть, как они развивались в этом направлении, что они делали для этого. Но если бы действительно они нас спасали, то следующая моя тема не звучала как уязвимости в фреймворках. Как сломать фреймворк? Мы можем вводить данные, как это делалось в импуты, но поверьте, там у них действительно все хорошо. Но в нашей работе очень часто нам нужно вставлять динамический контент, который пришел с сервера, который ввел сам пользователь. И вот этот динамический контент представляет действительно угрозу. Разные фреймворки делают это по-разному. Это могут быть директивы, это могут быть какие-то проперти. И начнем, наверное, мы с AngularJS. Итак, бот-директивы ng-bind.html на самом деле лежит библиотечка Sanitize.js. Как она работает, что в чем суть. Мы вставляем туда стремный кусок HTML. И эта библиотека по своему листу выпиливает все стремное. Атрибуты, теги, что ей не понравилось, и оставляет чистый HTML, который мы можем безопасно вставить. Вроде все должно работать неплохо. Но а что, если мы забудем, забудем в нашем списке какой-нибудь атрибут? Так и случилось. Кто из вас пользовался атрибутом useMap? Кто из вас знает, что это за атрибут? Один человек. Я на самом деле до того, как не читал репорты, я тоже не знал. Я никогда им не пользовался. Это атрибут для динамической подгрузки контента по нажатию на картинку. И разработчики о нем тоже забыли в Angular. И до версии 1.5 существовала эта уязвимость. То есть, в принципе, вот этот вот код с удовольствием вставится и выполнится. Уязвимость. И не только с этим атрибутом. Вот краткий список уязвимостей до версии 1.5. Многие из них уже, конечно, пофиксаны в более поздних версиях. Но и большой список. Я не буду на них останавливаться подробнее, но они есть. Ну, казалось бы, AngularJS, да, уже Legacy. Legacy Framework. Надо посмотреть на что-то более модное, стильное, молодежное. И разработчики-то должны учесть были уже прошлый опыт в Vue.js. Я начал читать документацию, как они работают в директиве в HTML. И они там пишут, ну, вставлять динамический контент как-то так себе, стрёмно, вы сами себе виноваты. Так а вы-то что делаете? А ничего. Я скачал последнюю версию Vue.js и попробовал вставить динамический контент в заданную область. И он вставился. Vue.js никак нам в этом не помогает. Это должен делать сам разработчик. И вот сейчас, если вы пишете на Vue.js и впервые об этом слышите, у вас уязвимое приложение. Поздравляю. Хорошо. Что насчет React и Angular? На самом деле, за последних два года не было открыто ни одного ищу, которая связана с security. Ну, казалось бы, вот оно. Используем React и Angular и живем себе счастливо. Но вот вам еще статистика. 77% сайтов с этими фреймворками имеют хотя бы одну уязвимость. Откуда берется вся эта дрянь? А вот откуда. Уязвимости в нод-модулях. Мы сами их скачали, сами выбрали версию, сами добавили свой проект. Добро пожаловать. И чтобы привести вам пример, давайте вам уязвимость в редаксе сразу. Redux и React подарили нам отличную фичу, серверный рендеринг. Это было киллер фичи в свое время. Работает она примерно следующим образом. Нам нужно стейт, который мы хотим использовать как initial, засунуть переменную preload state в глобальном скопе, в Windows. Но перед этим надо ее застрингифить. И вот особое внимание к этой строчке. Что если мне удалось где-то зарегистрироваться с таким именем? Данные сохранились где-то на сервере, вроде ничего страшного не произошло, но вот тут серверный пререндеринг. И оба-на, скрипт снова закрывается и выполняется мой скрипт. Уязвимость. Да, это уязвимость не в самом редаксе, это уязвимость в самом подходе редакса. Но мы используем из нод-модулей, мы используем то, что было написано в их документации. Вторая проблема нод-модулей, в среднем модули отстают от последнего релиза на 1177 дней. Это более трех лет. Вдумайтесь, все, что появилось нового за три года, все вот эти уязвимости, они все есть в вашем приложении, скорее всего. Давайте подумаем, что за три года происходило. То есть вот за три года GQuery был, да, он снизил свою популярность всего на 35%, это при том, что появился Angular, AngularJS, React, Vue, 35% всего снизилась популярность. И если посмотреть на версии, то 79% сайтов используют первую версию GQuery. А в первой версии вот вам, пожалуйста, открытые уязвимости. Поэтому во всех тех сайтах, которые используют старые версии, скорее всего, есть уязвимости. И это не только проблема GQuery. Проблема всех клиентских библиотек, старых клиентских библиотек. Это Handlebars, Bootstrap, D3, JS3. В принципе, почти любая библиотека старой версии имеет хотя бы одну уязвимость. Если вы их не обновляли, если у вас сайт довольно legacy, советую вам посмотреть на это. И давайте обратим внимание еще вот на такие пакеты. Кто из вас хотя бы раз работал с этими пакетами? Ну, почти все. Почти все. Клево. А вот так называются на самом деле эти пакеты. И это просто огромная проблема, которая появилась в последнее время в NPM. Зараженные пакеты. Мы, как злоумышленники, работаем непосредственно с NPM. Мы ищем какие-то популярные пакеты, делаем какую-то опечатку, заливаем снова в NPM. Человек, положившись на свою память, вот так вот скачал мангуст с одним S, с одним O, забирает себе в проект и поверьте, вы сразу даже ничего не заметите. Они работают абсолютно одинаково, абсолютно так же, они их даже обновляют. Но в постинстал хуках будут украдены ваши переменные среды. NPM очень сильно обеспокоен этой проблемой. Он ищет эти пакеты, понижает версию, обзывает как 001 security. Нельзя удалить полностью пакет сейчас. И поэтому остается только readme и package JSON. Если вы обновляете свои пакеты, вы увидите эту проблему. Если нет, ваши переменные среды будут по-прежнему вороваться. Ну, и еще немножко примера. Если вы думаете, ну, кто так может затупить? Я по ошибке поднял руку, просто неправильно прочитал. Я вчера буквально зашел на NPM репозиторий неправильного мангуза. И вот 21 человек вот вчера затупило. 464 человека за месяц. Это работает. Это на самом деле работает. Получается, все наши друзья, они же и наши враги. Данные. Мы все больше и больше данных храним на клиенте. Ведь для поддержания офлайн-режима нам нужно все больше данных. И часто это могут быть какие-то security данные. И вот их-то хочется украсть. какую-то аналитику и все. Поэтому данные, они же играют и против нас. NPM со своими уязвимостями в каких-то пакетах. Угроза. Угроза нашим приложениям. Серверный рендеринг. Пример с редаксом. Неправильно используем. Вот вам уязвимость. Прогресс. Прогресс тоже не стоит на месте. Мощности растут. Потенциально это интересно. Интересно для наших злоумышленников. Single page applications. Вот отличный подход, да, написание приложений А давайте подумаем, что люди-то этим пользуются. То есть они с утра пришли, загрузили это приложение и до вечера его не перезагружают. Незачем. Это single page application. Если где-то была уязвимость, целый день она работает. Вы целый день подарили скрипту в SPA. Когда вы разрабатываете SPA, вы должны еще больше быть внимательными. Кэш тоже играет против нас. Мы совершили ошибку, нам отрепортили ее, мы ее пофиксили, но мы настроили неправильно сервис-воркера. Мы настроили неправильно работу с кэшем. И в кэше наших пользователей этот скрипт еще по-прежнему работает. Эта уязвимость еще есть какое-то время. Тоже проблема. Кто из вас использовал сервис-воркеры? Много, много, уже много людей. Я всего полтора года назад, я помню, тоже рассказывал о них, о них, на конференции, это было что-то новое. Сейчас, если в ваших приложениях нет сервис-воркера, все, ваше приложение нереактивное, непрогрессивное, нельзя, все. И вот, они очень быстро вошли в продакшн, всего за полтора года. В каждом приложении он должен быть. И давайте вам расскажу интересную историю. Я начал гуглить, и нагуглил своего друга, котика-программиста. Он отлично программирует, мне очень понравилась эта гифка, я ее по ссылочке вставил в свое приложение, она там тоже отрисовалась красивенько, но я о нем забыл. Пошел дальше работать. И вот через какое-то время я замечаю, что в моем приложении, которое я разрабатываю, где нет сервис-воркеров, начинает крутиться в одном этом домене какой-то воркер. Причем он крутится постоянно, не завершается. Откуда он взялся? Что такое? И вот, если мы проанализируем хедеры и респонсы этой самой картинки, мы можем увидеть две интересные строчки. Original Trial и Link. Original Trial, это, в принципе, понятно, вы получаете от Гугла, ключ для использования каких-то экспериментальных технологий. Более того, вы их можете использовать без ведома своих пользователей. Этот пропозал называется Foreign Fetch. Этот пропозал для сервис-воркеров, для оптимизации загрузки шрифтов и картинок. И вот, этот сервис-воркер может установиться из линка. Устанавливается и может делать без вашего ведома, опять-таки, cross-origin request. Тесты. Что? Я никого не приглашал в свое приложение? И как это можно использовать? То есть, сервис-воркер устроен таким образом, что если 60 секунд, никто к нему не обращался, он затухает. Ну, не полностью он там в подпроцессе где-то висит, для того, чтобы слушать пуш-нотификации, но, в принципе, он не работает. А если мы будем слать себе вот в этом сервис-воркере сами сообщения каждые 50 секунд, то есть, мы будем работать все время. Или вот еще один подход. Мы можем пойти в сеть и оттуда вытянуть точно такую же копию сервис-воркера. И она тоже будет работать. Каждую минуту мы будем что-то новое загружать. Для чего мы это можем использовать? Майнинг. Все правильно. Без нашего ведома в бэкграунде висит сервис-воркер, который постоянно работает. Майнинг. Эта уязвимость просуществовала целых три версии. Три версии хрома. К чему я веду? Технологии развиваются так быстро и так быстро попадают в продакшн без должных проверок, что страшно их использовать. Как с этим бороться? Как бороться с этим майнингом, допустим? Ну, вроде экстеншены. Экстеншены. Мы должны поставить экстеншен, какой-нибудь нолл-коин экстеншен, который должны отслеживать все эти непонятные манипуляции и блокировать их. Но если бы они действительно нас спасали и помогали, следующая глава звучала как экстеншены тоже наши враги. Давайте еще один опросик. Кто из вас использует блокировщики рекламы? Adblock, Ublock, Adguard, что угодно. Много, много человек. Отлично. А давайте подумаем, как они на самом деле работают. Вы загружаете свой контент и вот эти блокировщики лезут по всему вашему html и там прячут блоки, которые содержат рекламу. От них в доме не спрятаться, они лазят везде. Дальше они блокируют загрузку с каких-то ресурсов, которые находятся у них в блок-листе. То есть они имеют доступ в респонсе к контент security полисе, объекту. И дальше они имеют доступ к самому респонсу, они могут прямо из респонса вырвать кусок, содержащий рекламу. То есть в принципе экстеншенам доступно все. А что если эти экстеншены будут в чьи-то плохие руки? Вот вам история. Реальная. Сергей, автор одного из очень популярных XML-вьювер экстеншенов для Хрома, разрешил поделиться этой историей и рассказать ее вам. 100 тысяч пользователей. Очень популярный экстеншен, как я говорю. Это нужно, к нему пришли люди и предложили неплохие деньги для того, чтобы модифицировали ссылки. Добавлял специальная мета-информация для того, чтобы можно было понять, откуда пользователь пришел. Неплохие деньги. В принципе, почему нет безобидной модификации. И вот, как только он отдал этим людям код, появились сразу же жалобы, что в наших реквестах появились какие-то сниппеты, которые отслеживают все наши запросы. Вообще все наши запросы в экстеншенах. Вот яркий пример. Насколько вы доверяете этим экстеншенам? Ведь они могут украсть все, что угодно. Они могут модифицировать все, что угодно. Конечно, Сергей очень быстро пофиксил эту проблему, откатился обратно. Но это очень показательная история. Доверяете ли вы своим экстеншенам, которые есть у вас в вашем приложении, в вашем браузере? Будущее снова кажется какой-то тлен. Правда? Но следующая глава звучит, как же нам бороться с этими уязвимостями. Итак, если экстеншены вас немного напугали, давайте поможем, поможем пользователям. Мы можем из своего приложения определить, какие экстеншены стоят в вашем браузере. И если мы точно знаем, что эти экстеншены несут какой-то вред именно для вашего приложения, мы можем их идентифицировать. У каждого экстеншена есть какой-то ID-шник, уникальный ID-шник, который мы можем посмотреть прямо на сайте. Далее. Мы можем изучить манифест этого экстеншена и увидеть, что есть какие-то открытые ресурсы, которые можно загрузить прямо из вашего приложения. Допустим, в примере Adblock это какой-то кастомный CSS. И вот, мы сформировали URL и мы обычным способом пробуем загрузить. Если этот ресурс грузится, значит, экстеншен стоит. Показываем поп-ап, у вас там что-то стоит страшное, удаляйте быстрее, иначе у вас все украдут. Помогайте своим пользователям. Это вам не стоит ничего. Это всего три строчки кода. Далее такой немного капитанский совет, но тем не менее. Если нет такой необходимости, не вставляйте никогда скрипты от пользователей. Не вставляйте даже комментарии. Не вставляйте никакие теги или атрибуты, стили. Ничего не вставляйте. Работайте с чистым кодом. Если все-таки есть такая необходимость, обезопасьте себя в своих формах. Достаточно всего лишь здесь кепить вот эти пять символов, и уже на вашем клиенте, как минимум, не выполнится ни один скрипт. Пять символов. Это довольно просто. Еще нужно санитайзить. Если вы думаете, что в принципе я могу сам написать там какой-то код, вот примерный список опасных тегов, атрибутов, которые вам нужно засанитайзить. Их больше. О многих мы уже забыли, не знаем, но их больше. То есть используйте готовые решения, хорошо протестированные. вот примеры, которые я советую здесь сильно. Jazz.xss довольно популярная для санитайзи.html. Есть еще DomPurity, тоже довольно популярная библиотечка. Они очень легковесные, хорошие тесты, постоянно обновляются, сообщество поддерживает. И вот Serialize JavaScript. Для того, чтобы пройтись по вашему объекту и найти вот эти вот вкрапления, то есть вы решите проблему с редаксом, с помощью этой библиотечки. Очень легко. Используйте Content Security Policy. Если кто не знает, это специальный хедер в респонсе, или можно использовать как металтег, который описывает правила, по которым будет происходить загрузка ресурсов на вашей страничке. То есть мы говорим, я хочу грузить с этого домена. Ну и мы грузим скрипты, они грузятся, и если злоумышленник что-то вставил такое чужое и со своего домена пытается подтянуть, оно не сработает. Появится сообщение об ошибке, мы заблокировали. Я не буду вдаваться подробности документации, вы обязательно сами почитайте, то есть мы можем описывать правила для картины, для стилей, для работы там с фреймами, с скриптами, ну много-много разных настроек. Я хотел бы остановиться подробнее на новых фишках, которые появились во второй версии. это нонс, это строка, которая генерируется на стороне сервера и добавляется ко всем вашим скриптам. То есть злоумышленник, вставив вам какой-то скрипт, этого нонса не будет знать, потому что он каждый раз новый. Таким образом скрипт тоже не будет выполняться. Или же второй способ, вы можете просто посчитать хэш-сумму всех ваших онлайн-скриптов. Зная эту хэш-сумму, если вдруг изменится, добавится какой-то скрипт, добавится хоть один пробел или порядок скриптов изменится, все, скрипты не будут выполняться, вы будете обезопасены. Мы получаем вот примерно такие сообщения об ошибках в development mode. Ну, на production не так себе использовать, потому что хотелось бы собирать статистику. Content Security Policy тоже позволяет собирать репорты. Специальный атрибут report.urile позволяет нам указать endpoint, куда мы будем слать наши отчеты. Если вы сразу боитесь внедрять Content Security Policy, это разумно, потому что вы можете заблокировать какие-то важные скрипты, а в продакшене это страшно, вы можете подключить их в режиме report only, то есть правила будут отрабатывать точно так же, но отчеты будут слаться. Отчеты примерно в таком виде, то есть что было заблокировано, почему было заблокировано, каким правилом. Content Security Policy спасает вас сверху, то есть не полагайтесь на свой код, обезопасьте себя чуть выше, на уровне браузера. В старых браузерах Content Security Policy не поддерживается, поэтому нужно знать другие хедеры, их много, их намного больше, чем в этом списке, то есть вы не должны хранить куки, чтобы они были доступны из документа, только в реквестах передаваются. Для поддержки различных защит в старых браузерах почитайте потом, но читайте про старые браузеры, помните о них обязательно. Ну и это все, это все как мы пытаемся себя обезопасить с стороны девелопмента. Но что делать в продакшене? Нам нужны какие-то тулы, которые автоматизируют эту защиту, правильно? Есть такой сайт и организация, OWASP, Open Web Application Security Project. Если начать что-то гуглить, вы обязательно попадете туда. Именно там собрана вся актуальная информация, статистика о всех уязвимостях и уязвимостях и, казалось бы, где, как не там, искать советы по тулам, какие использовать. И вот, если мы зайдем на этот сайт, мы увидим, что вот 13-го года, 4 года назад ревизнулся. Используя такой, наверное, нет. Вот еще совет 6-го года. Это, наверное, когда Sammy Kamkar взламывал, тогда появился этот тул. То есть там ничего толкового нет. Большинство тулов даже только под биндой работают. Но самое интересное, что просто так тулы нам тоже не нужны. Мы хотим их строить в CI. Как один из самых популярных enterprise CI-ф это Jenkins. Я буду приводить примеры именно к нему. И как бы парадоксально не звучало, один из действительно стоящих продуктов это продукт от самой Avasp. Они его поддерживают, хотя они не так сильно пиарят, как другие почему-то. Zapplication Proxy работает следующим образом. Мы в своем Jenkins должны сослаться на этот самый Application Proxy, через которое будет работать наше приложение. В режиме теста этот самый Proxy может протестировать наше приложение. И как он тестирует, он берет просто наше приложение и начинает насиловать во все импуты. Вставляет все подряд, туда потом собирает отчеты, что вставилось, что перезагрузилось, как произошло, и отправляет нам какой-то отчет. В разных форматах можно. Дополнительно нам понадобится зап-плагин и какой-то репорт-плагин для того, чтобы собирать аналитику в долгосрочном периоде, строить какие-то тренды и так далее. Из минусов, конечно, мы можем понимать, что просто так, особенно фронтенд разработчику, поставить Proxy-сервер уже на CI довольно сложно. И тем более, чтобы работало приложение через него, по перфомансу может ударить. Решение такое, не самое простое. Но ради интереса вы можете установить себе локально и потестировать ваш сайт. Я вот ради интереса, опять же, поигрался с холлит.js мозгов. Сайт, на котором, в принципе, нет ни одного импута. Там нечему ломаться. Но вот есть несколько рекомендаций, что пропущены какие-то хедеры для старых браузеров. То есть, в принципе, если я украду как-то или встроюсь между доменом и этим сайтом, я могу этим воспользоваться для майнинга. Почему бы нет? Звоночек. Следующий тул Arachne. Работает он по схожему принципу. В Jenkins'е мы должны, ну, из Jenkins'а мы должны сослаться и отдать URL нашего задеплоенного тестового инвариумента. Это ему Arachne. У Arachne отличный силай, и он занимается тем же самым. Начинает играться с нашим приложением и формирует нам отчеты. Использовать удобнее, весит меньше и внедрять довольно просто. Дополнительно нам понадобится TextFinder плагин для того, чтобы проанализировать результат отчета, пометить билд как failed или success. И для анализа в долгосрочном периоде. Но это все динамическая проверка. Мы написали код, задеплоили, там проверили. Но надо же как-то понимать, что мы пишем уже что-то не то. То есть мы должны включить какой-то тул для статического анализа. Если мы начнем гуглить, особенно в первых рядах в гугле появится CheckMax, Veracode, там SonorQ в каком-то режиме. Они дорогие тулы для интерпрайза. Даже дорого, по-моему. И вот статический анализатор кода. Давайте подумаем. Вот мы живем уже почти в 18-м году. На JavaScript уже мало кто пишет. Мы пишем на ECMAScript, мы пишем на TypeScript, мы пишем на JSX, кто-то еще на чем-то может писать. Умеет ли анализировать вот это вот все, эти анализаторы? Нет. Стоит дорого, не умеет ничего. И если мы подумаем, хорошо, статический анализатор кода, что тут, я тут уже это все слышал? ESLint. Бесплатное, бесплатное решение для вашего кода. Подключаем security плагин, добавляем ваш код, работает. Нисколько вам не стоит. В CI встраивается элементарно. Хорошо. Что еще? Что еще можно проверить? Мы проверили динамически наше приложение, мы проверили статический наш код во время написания. А что с Node-модулями? Один из популярных тулов это Node-security платформ. Устанавливается из NPM, очень просто и с помощью команды check запускается. Как понимаете, в CI это строить очень просто. работает он интересным образом. Он анализирует пакеты, которые есть в package.json и проверяет по базе данных. Есть там уязвимости в этой версии, нету, ну и так далее. По зависимости идет, формирует вам отчет. Работает классно. Open Source проект тоже опять вам нисколько не стоит, но я бы вам еще советовал посмотреть на Snoop. Работает абсолютно по такому же принципу. Устанавливаете с NPM, запускаете, пробегаете по package.json ищите уязвимости и на удивление находят их больше. Не знаю, у них разные базы данных что ли. Вот, но Snoop появился позже, но маркетологи работают намного лучше. Почему? Уже сейчас он тестируется в Lighthouse. То есть уже сейчас вы можете зайти в Канаре и там уже он встроен в наш Lighthouse. Вы можете посмотреть какие уязвимости есть в ваших приложениях уже прямо в DevTool. Но мы используем очень часто код, который обфусцирован, там разобраться какие там зависимости есть практически невозможно только в старых приложениях. Поэтому стоит относиться с долей иронии к этой вставке. Снук уже встроен в GitHub. Уже прямо сейчас вы можете зайти в Dependency Graph любого приложения и увидеть зависимости, уязвимости, ну и просмотреть, стоит ли вообще это использовать. Это уже работает прямо сейчас на всех репозиториях, напоминаю. Итак, что у нас получается в итоге? Не полагайтесь на фреймворки. Фреймворки пишут такие же люди, как и мы. Поверьте, они не всегда умнее нас. И они тоже могут совершать ошибки. Как-то забытый атрибут в blacklist или действительно какая-то серьезная ошибка. Заботьтесь о своих пользователях. Если вы знаете, что какие-то экстеншены могут нанести непоправимый вам вред, найдите их и предупредите пользователя. Смотрите за своими нод-модулями. Вы сами приглашаете их в свое приложение. Поэтому будьте разборчивы в этих гостях. Используйте контент security полиси. Обязательно. Используйте тулы для динамического анализа и обязательно для статического анализа. есть линт. Есть линт. Спасибо. Ссылочка на презентацию. Ай, да нет, ребята, ну как так можно? Вы меня не слушали. Ну, серьезно, вы начинаете фоткать эту ссылку. Вопросы? Не щелкайте и нажимайте на незнакомые вам ссылки. Вот настоящая ссылка. Спасибо еще раз. Здравствуй. Привет. Спасибо за доклад. Очень интересно. Хотел бы спросить. Ты ни слова не сказал об таком виде, так как защита CRF. Content Security Policy или Cross Forger? CSRF, да, правильно, CSRF, извините. Вот. вопрос заключается в том, что актуально ли этот вид атак и как от них правильно защищаться. спасибо. Да, этот типа так довольно популярен и от него защищаться определенно стоит, но он связан, если кто не знает, то просто наш сервер не всегда может понимать, это нам робот отправил данные из формы или пользователь. Поэтому защита довольно проста. то есть у вас в форме должен быть скрытый айдишник, который вы каждый раз присылаете с сервера, и злоумышленник, автоматически генерируя вот эти реквесты, не может знать этого айдишника. Поэтому у вас там хидден айди какой-нибудь будет, ну, самый простой способ. Привет, спасибо за доклад. Вопрос такой. Есть два подхода, то есть и самим реализовывать все эти решения, по защите следить, и есть ряд компаний, которые за большие деньги приходят к тебе и перед твоим релизом делают полный скан, с разных сторон подходят, у них специалисты заточены под такие задачи. Какое должно быть правило common sense, когда вкладываться самим или выбрать компанию? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Вопрос немного на самом деле сложнее. Просто есть законодательная база, которая говорит нам, что ваше приложение должно быть проверено именно этой компанией, потому что вот допустим сайты, которые занимаются там продажей билетов, они должны быть обязательно проверены специальными сервисами по аксессабилити, по секьюрити. И как бы мы не защищали его сами, как бы не были уверены мы сами, мы обязаны дать на аудит этим компаниям. Вот в финансовой сфере, кто работает, знаю, ребята, это очень часто происходит, они обязательно на аудит еще отдают дополнительно. То есть вы защищаете себя, вы пишете хороший код, и вам потом придет классный репорт, что вы молодцы, у вас ничего не найдено. Ну, это вот так, с точки зрения бизнеса надо еще смотреть на это. Здравствуйте, спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, вот какая, так скажем, правовая сторона, вот если я хочу какой-то сайт протестировать, как мне срок не получить? Так, я попытаюсь вспомнить, по-моему, hackers.com, вот как правильно называется сайт, вот, где вы регистрируетесь как такой независимый секьюрити, секьюрити-эксперт, и просто играетесь. Более того, на сайтах, ну, допустим, на гитхабе, хороший пример, гитхаб был взломан года 4 назад, там было 5 серьезных уязвимостей, которые в сумме дали действительно проблему, то есть можно было залезть в судьбу репозиторий и закоммитить туда чей-то код. Парень получил 4000 долларов за то, что он нашел этот баг, и у них прямо на сайте было написано, то есть если вы находите баг, репортаете нам о нем, то мы вам даем вознаграждение, то есть тут по компании спонсоры я уверен, что там банки те же самые, у них то же самое на сайте написано. То есть в принципе если вы отрепортали его и не использовали в своих целях, то вы в безопасности. Ну, единственное, вот помните про правило, что если вы нашли баг вот именно в секьюрити, вы обязаны на нем сообщить, иначе вы считаетесь как злоумышленник. Особенно вы нигде не были зарегистрированы и не зарепортали его. Спасибо большое за вопрос, очень хороший. Еще вопросы? Смелей. А давайте я еще спрошу у вас, а кто теперь вот уверен в своих приложениях на 100%? Спасибо, это, мне кажется, отличная похвала. А еще вопрос? Я вот хотел немножко дополнить про вот это вот как бы типа white hat hackerство, когда ты сначала находишь уязвимость, сообщаешь им и говоришь им, типа, что если вы не отвечаете, вот я, может быть, тогда-то опубликую, если вы, и даете большое время исправить. Но даже это все равно может не защитить. Была история, я не помню, кажется, то ли про Эстонию, про Литву, что-то где-то в Прибалтике. Там чувак нашел уязвимость, типа, в тройке их местной, то есть в карточке, которые оплачивать. Оказалось, что они передают просто цену билета прямо в запросе. Соответственно, ты можешь свою цену передать. Ну, как в этом случае делается? Ты как бы передаешь за ноль, а потом следующий билет ты покупаешь за двойную цену. И как бы получается, что ты никак всех не обманул. И вот чувак им написал, ждал, 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 ничего не исправили, он опубликовал статью. После чего его посадили. Собственно. Но как бы проблема была в том, что он зачем-то под своим именем опубликовал. Ну, в общем, будьте осторожны с этим всем. Спасибо, очень классная история. Вопрос вот какой. Вы немножко затронули тему вначале о том, как у вас проводится, так сказать, аудит в ЕПАМе, да? Вот. Если можно чуть-чуть подробнее, формальную сторону этого вопроса. И второй вопрос. Вот, есть какая-то практика закладывания работы над уязвимостью конкретного проекта в бюджет проекта СМАЛ? Спасибо. Я отвечу по частям. Первая часть. То есть к нам приходит, могут приходить менеджеры, могут приходить клиенты. Если это менеджеры наши, по-моему, то, соответственно, эти отчеты остаются у нас. Это только для внутреннего пользования. Если это клиенты, то возможно для того, чтобы продать свои услуги. Вот. Как это происходит? То есть аудит включает в себя architecture review, code review, project review, который включает в себя аудит, возможно, команды, которые сейчас есть, аудит вообще процессов, какие есть. То есть, ну, довольно сложный большой процесс, в который вовлечены архитекторы, solution-архитекторы, менеджеры и разработчики там топ-уровня. Вот. Примерно так происходит. Ответил здесь. Спасибо. Так. Закладываем ли мы… Нет, не закладываем. Почему? Это best practices. Если мы закладываем в эстимации то, что мы ведем работу над security, это значит, мы пишем не секьюрный код. То есть, ну, мы не можем… Вот и кастомер может сказать, хорошо, вот это убирайте. То есть, мы заведомо кастому продаем best practices. Это неправильно с точки зрения ведения бизнеса. Поэтому включать это не стоит в явном виде, но в голове держать обязательно стоит. Вот. Это же, ну, кто занимается эстимациями, я могу сказать, что относится и к unit test. То есть, это best practice включать unit test всегда, потому что это процесс development и документация процесс. Вот. Обязательно включать. Но в явном виде отказываться от этого точно не стоит, потому что тогда вы продаете заведомо неправильное решение. То есть, bad practice, который после аудита к вам обязательно люди придут. А где? Вот. Ну, как-то так. Сумбурно? Спасибо. Здравствуйте. Спасибо. Напугали. Здорово. Скажите, пожалуйста, вот ваше видение. У меня есть ответ в голове, который вот созрел. Я извиняюсь, я просто не вижу, где. Тут, тут. Да, все. Просто хочу подтвердить. Вот, предположим, разрабатываем с нуля приложение, да, и на каком этапе стоит уже сильно заморачиваться по поводу безопасности и в том числе уже интегрируют там какие-то тулы там статического сканирования, динамического сканирования, то есть с нуля на середине или в конце уже потом, не знаю, прогонять, потом, если мы, допустим, продаем что-то, билеты или это инвестиционный банкинг, то есть заказывать аудит сайта на стороне и так далее. вот ваше видение. Ну, я попробую перефразировать вопрос, чтобы, ну, точно, в более простом виде. Когда стоит думать о секьюрити, правильно? В общем-то, в виде, Смотрите, если это проект с нуля, то, как правило, работают архитекторы над всей инфраструктурой. Они описывают, как это должно и что быть. То есть еще до того, как вы начали писать, об этом уже надо думать. Секьюрити — это важный атрибут качества проекта. И он всегда должен присутствовать во всех предметах. И даже о нем надо в первую очередь думать. Вот. И если же вы начинаете работать уже с легоси-приложениями, вы обязательно, прежде чем начинать что-то там фиксать, вы должны проверить его. А что там, собственно, фиксать? Может, там все переписать на самом деле. Вот. О секьюрити надо думать в самом начале. То есть не только о секьюрити, но о всех архитектурных вещах до того, как начали писать. Так работают solution практики. Спасибо за вопрос. Вот там еще есть вопрос. Спасибо за выступление. Есть рекомендации по поводу конкретных плагинов для ESLint по секьюрности? Потому что их же много. Есть. Он так и называется security плагин. Ну, то есть это сейчас с ноутом, ты, наверное, можешь загуглить, он там один. Я вижу, ESLint плагин security и ESLint security плагин. И теперь мне страшно нажимать на ссылки. По-моему, security плагин должен называться. У меня... У меня в презентации есть ссылочка там внизу. Сейчас я быстренько отмотаю. Красавчик. Всегда можно посмотреть исходники. Есть Lint плагин security, он, по-моему, самый популярный. Ага, это первая ссылка. Спасибо. Это первая ссылка, чуваки. И он, по-моему, ну, такой самый все-таки прям. Там, ну, это, в принципе, относится к многим плагинам. Если вы начинаете гуглить в NPM, там, ну, их начинают менять местами, вот эти вот названия. И вот.